Приветствую всех в школе Джобса, меня зовут Достон. Если вы не видели первый урок, где мы говорили про глагол «zubи», то настоятельно прошу его посмотреть, вы можете нажать сюда и перейти по ссылке к видео. А сегодня мы с вами будем строить предложение. Но для начала мы должны запомнить построение слов в английском предложении. Кто, что делает, где и когда, на примере «я отдыхаю дома сегодня». Такой вот простой порядок слов, и на нем вы будете строить все предложения в английском. Глагол в английском языке никак не изменяется. Это значит, что не нужно учить никакие измененные окончания. Все очень просто. Например, глагол «жить» – leave. «Я живу», «Мы живем», «Они живут» – всегда будет leave без всяких изменений в предложении. «I live in Russia» – «Я живу в России» или «You live in Russia» – «Ты живешь в России». Глагол всегда будет оставаться leave. Все очень просто и элементарно. Если хотите задать вопрос, то перед предложением ставите частичку «do». «Do live in Moscow» – «Вы живете в Москве». Если же отрицаете, вы просто ставите перед глаголом слово «don't». «No, I don't live in Moscow». «Нет, я не живу в Москве». Если у вас в предложении есть вопросительное слово, а что-то хотите уточнить, то вначале ставите вопросительное слово, потом частичка «do», а дальше то же самое. Вы спрашиваете «Где вы живете?» «Where do you live?» Давайте повторим все пройденное. Значит, в английском глагол не изменяется. Если хотите задать вопрос, в начале предложения ставите частицу «do». Если же отрицаете, перед глаголом ставите слово «don't». Проще некуда ведь так? Давайте повторим на другом примере. «They work at Samsung». «Они работают в Samsung». Вы задаете вопрос. «Do they work in the USA?» «Они работают в США?» Отрицаете. «No, they don't work in the USA». «Нет, они не работают в США». Тогда задаете вопрос. «Where do they work?» «Где же они работают?» Частая ошибка русскоговорящих людей в том, что они привыкли говорить «want», «хочу». А иностранцы говорят «would like», «хотел бы». Форма «I want» звучит немного эгоистично. Это конкретно ваше личное желание. Любая вежливость передается фразой «I would like». Например, в ресторане, когда заказываете еду, вы можете сказать «I would like to have some coffee and chocolate bar». «Я хотел бы». «Кофе и плитку шоколада». Будьте вежливы, друзья. На этом все. Если что-то не поняли, посмотрите видео еще раз или задайте вопрос в комментариях. Мы обязательно вам ответим. Подписывайтесь на канал или вступайте в группу ВКонтакте, чтобы не пропустить следующий урок. Всем пока!